День добрый! Здравствуйте, уважаемые водомоторники и иже с ними сочувствующие! Итак, декабрь, середина практически, у нас установилась в Подмосковье такая, ну, нормальная зима, хотя, конечно, снежка хотелось бы побольше. А у нас на рассмотрение сегодня очень интересный экземпляр Suzuki DF50, инжекторный трехцилиндровый мотор, лодочный подвесной, с длиной Дейдвуда 508 мм для транса. Но самое интересное, что мотор 2006 года, а диагностика показала 297 моточасов. Да, ребят, иногда бывают и такие, как говорится, подарки судьбы. Вот, не знаю, он, видимо, у японца лежал полжизни в гараже. Ну, это, собственно, и видно, что все, наклейки родные, мы ничего здесь не красили вообще, то есть мотор, вот как он пришел с Японии, так вот он здесь и представлен. Итак, рассмотрим его сегодня со всех сторон, заведем. Ну, друзья, извиняюсь, компрессию мерить не буду, что-то холодное, мне еще надо по делам уехать успеть. Я думаю, что услышите, как он работает, там даже на цилиндрах, на крышке написано по 13 очков в них, то есть проверка была проведена, вот, моими поставщиками. Можете этому доверять. Ну, есть уж кто будет его покупать, попросят меня, я на видео запишу ему замер компрессии, или человек сам приедет и посмотрит этот мотор. Вот, а ссылка на объявление по продаже этого мотора внизу в описании к видео, и именно там тоже будет фотография компьютерной диагностики, где вы можете посмотреть, сколько моточасов наработки. Сегодня тоже не буду подключать, потому что и холодно на улице, не хочу компьютер морозить, ну и себя тоже, соответственно. Так что осмотрим, заведем, послушаем. Итак, осмотрим экстерьерчик. Вот, мотор в таком вот, в пошарпанном чуть-чуть состоянии, то есть вот как он эксплуатировался. Можно видеть, что и родная наклейка сверху капота присутствует. Вот здесь все так подвыцвело. Обычная практика, колпаки такие, с Японии, когда приходят моторы, перекрашиваем, потому что они на солнце выгорают. Вот, очень сильно, имеет совсем непрезентабельный вид, хотя и на работу мотор это не влияет. Вот, ну а здесь вот он как есть. Так, мотор 2006 года, о чем нам гласит надпись на 18. 18-й год от 88-го года. Смотрим, пришествие императора очередного на престол. Так, мотор на гидроподъеме. Так, посмотрим. Килетчик, килетчик в отличном состоянии. Вот, это винт, там какая-то соринка попала, видимо. Вот, а так вот он. Редуктор не шумит, ничего, не бьется. Ну, включим, проверим. Так, аккумулятор я уже подключил, посмотрим гидроподъем. Так, ну вот, отложения небольшие, без всякой страшной соляной коррозии, которую меня уже достали некоторые люди, покупатели. Так вот, дышло, да и дудно отлично сохранилось. Сейчас чугунин, это частенько страдает на моторах от соленого воздуха, от воды. В силуминовой части не так. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас тоже все хорошо. Вот эта гаечка в хорошем состоянии, это металл, не силумин. Тоже он часто страдает. Тут все хорошо. Так, ну, соответственно, с мотором дается новый пульт производства Китай. Вот такой вот кабель. Включается, сейчас мы его подключим здесь разъемчик. Так, сейчас посмотрим, что у нас внутри моторчика. Вот надписи на крышке ГБЦ, 13 килограмм на сантиметр. Я склонен этим надписям доверять. Ну, кто-то уже очень, если захочет, пытливый, бедливый человек, пожалуйста, приезжайте, замеряйте. Так, смотрим, что здесь. Ну, так, маслец я залил равенол 10В30 с аутборд. Такое вот синенькое, красивенькое. Оп, ну, так. Тут эти его. Что у нас здесь? Газ. Газ. И скоростя. Вот они скоростя. Ну, я думаю, что смогу я, наверное, добраться. Не снимая вот этого капота части. Чтобы включить. Ну, что, смотрели. Снаружи все хорошо. Вот единственное, ржавинка вот по этой детали пошла. А так вот хомутики, которые железные, в хорошем состоянии, они тоже часто ржавеют. Ну, вот здесь вот так ржавинка пошла. Я думаю, что это все ерунда. А так вообще запылен мотор. Так видно, что действительно у человека он и не использовался. Ну, диагностика обманывать не будет. Тут у меня была полемика с одним человеком, который мне написал, что якобы... Да, ты там смотал моточасы, а что-то там технологическое время не смотал. Я говорю, еще раз повторяю, ребят. Может быть, кто-то знает. Из специалистов, которые сматывают блоки электронные. Ребят, таких специалистов в России, в обозримом пространстве нет. Никто моточасы на японских блоках управления, которые здесь находятся, их не сматывает. Единственное, что может вероятность, что блок заменили на новый, скажем так. Когда-то что-то с ним случилось. Хотя, друзья, этот электронный блок, он пипец какой надежный. Что с ним что-то случилось, по нему надо кувалдой треснуть. Или, я не знаю, подать на него 220 напряжения. Вот сюда вместо 12 вольт. Так что, не надо инсинуаций. Смотрим, доверяем своим глазам и ушам. И все будет хорошо. Так, сейчас я так вот, оп. Все, оп-оп-оп. Подключил, ну-ка. Ага, у нас пультать. Так, проверка. Пошла, отлично. Все, заливаю воду, заводим. И все, заливаю воду. Водный марафон закончен. Бочка полная. Итак, бензин подключил. Бачка с водой. Аккумулятор готов. Так, ну что, я даже особо не подкачивал грушу. У меня там совсем мало его осталось. Но бензин здесь есть в фильтре. Он на этом заведется. А дальше насосом засосется. Ну что, посмотрим на японской чудо технике. Так, охлажденница пошла. Вроде не доманул. Даже нисколечко. Немножко вибрации. Такое ощущение, что одна свеча у него лутовато работает. Это может быть или не прогрелась. Часто после дороги я меняю свечи. На эту маленькую заразу свечи дорогие по 750 рублей. На Сузуки 70 по 350. А на эту по 750, по 700. Тихонечко работает. Сейчас мы это снимем. Водичка лупит. Да, ребят, красота. Красота, что сказать. Тут уже начинает срабатывать отсечка. Это вечно засирается у них. Стучит, слышите, клапан холостого хода. Неизменный спутник. О, пардон. Не буду тебя мучить большими оборотами. Так, где у него фильтр резкий? Сейчас проверим. Давай, товарищку сниму. Чуть-чуть поднагрелся. Отличненько работает. Собственно, что и требовалось доказать. О, начал парить. Ребят, смотрите. Видите, вот этот пар. Чуть-чуть прогрелся, начал парить. Все так и должно быть на таком холодном воздухе, на прохладном, как сейчас. Так, ну это я говорю, вот эта вот тварина вечно у них забивается, блин. Так, ну что, ребятки, проверим скоростя. Ну, парит, парит уже вообще прям классно. Все, прогрелся. Хорошо. Так, сейчас. На, нормальненько. Так. Ну что. Дотянусь я. Вперед я, конечно, дотянусь. А назад так. Так, тихо. А вот, задел. Главное, не задеть скорость. Неудобно, конечно. Так, ну передняя. Попробуем. Ни хрена. Не пробуется. Сейчас принесу отвертку. Так, итак, отверточку я нашел. Вот с помощью нее мы и включим скорость. Ну-ка, передняя. А! Тихо-тихо-тихо-тихо. О, бля, типец. Отлично включилась. Сами видели. Вообще не было звука никакого. Так, сейчас. Задняя. Ага. Все. Задняя тоже. Ну, с переборочкой, потому что не могу воткнуть сильно. Вроде хорошо работает. Не дымит. Сейчас еще раз перейдем. Ну-ка. В пень, бля. Пипец. Вот я каток устроил сейчас. Ребят, ну, вроде видели. Все. Хорошо работает. 297 моточасов. Хотите верьте, хотите нет. Я склонен верить показаниям прибора. Хорошо завелся. Даже вообще ни капельки не дыманул. Итак, друзья. Ссылка на продажу, на объявление по продаже этого мотора в описании к видео, как я уже сказал. Значит, подписывайтесь на канал, кому интересна водомоторная тема. Ставьте лайки, кому понравилось такое короткотехническое видео. И до новых встреч. В том числе на воде, ребята. Всего три месяца, и вода снова жидкая. Готовимся, готовимся, ищем моторы, делаем лодки, покупаем лодки, советуемся. Звоните, посоветоваться. Просто так поговорим, в легкую. Свой опыт, какой я наработал, уже передам, так сказать, подрастающему водномоторному поколению. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok